Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. До сих пор народный артист Дмитрий Назаров. До сих пор. Меня это просто шокирует. В плане того, что человек такие делает заявления, такие читает стихи о России. И он до сих пор народный артист. Мне кажется, уже давно надо комиссисовать при Минкульте, для того, чтобы такие люди вообще никакого отношения к России не имели. Ведь он же получает доплату, там какие-то еще что-то за это звание. Написал очередное стихотворение. Сейчас будете слушать, друзья. Послушайте, насколько, ну там процентов 60, наверное, да, первая часть. Процентов 60. Он о себе написал стихотворение. О себе. И вы знаете, я когда раньше слушал его, думаю, ну идейный такой человек, да, вот мнение такое у него, он так отстаивает его. А потом как увидел интервью из квартирки во Франции в Каннах, где он оскорбился, сказал, что он живет какой-то там у друзей, там в трущобах на диване спит, а он говорит, нет, у нас на втором этаже двуспальная кровать шикарная, то есть еще двухъярусная квартира во Франции. Что не сделаешь? Вот понимаете, человек работает, кто-то купит квартирку в России для того, чтобы наслаждаться красотами родной страны, для того, чтобы быть на родине, а кто-то купит квартиру во Франции. Ну как жалко, понимаете, когда ты столько лет работал, для того, чтобы быть ближе к западу, уже будучи там заранее, ментально, купил квартиру во Франции, а теперь, если будешь спокойно сидеть и не лаять в сторону России, квартиру могут, например, отобрать. И все стало сразу понятно. Давайте посмотрим. Тю, расстаться, теряя уважение и честь, безвыходность попросит тихо сдаться или соврать, что выход где-то есть. Вам с каждым днем придется быть поганей, быть злее зла, гораздо лживей лжи. Вы в угол загнаны, изгои мироздания, скребут по венам собственным ножи, по всем кладовкам мыльные веревки и наколенники надеты под штаны, чтоб каяться и ползать всей тусовкой, укравшей шанс последнюю страны. Находите измену без измены, сосете палец, чтоб создать донос. Хорошим людям ищите замену на лысине не вырастить волос. Один завис в тактическом кошмаре, чтоб выжечь жизнь и землю на века. Замысь ля дну о ядерном ударе, забить по шляпку надо дурака. Другой вопит предателей к ответу, их лавры сжечь, и память их сердец. А это уже точная примета, что за агонии последует конец. Безвыходность, беспомощный советчик и держится на жилистых зубах Ваш домик карточный, песочный человечек, доктрина черная на глиняных ногах. Ну вот, друзья, вы слышали этот высер. Что я хочу сказать? Как он смачно говорит о себе в самом начале. Злее безвыходность, безвыходность, ситуация злее, это все стихи о себе. Как вот ему прочитать бы перед зеркалом, и вот посмотреть и понять, что он пишет о себе, и ни о ком другом. Друзья, интересно ваше мнение, ваше впечатление. Пишите комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok